Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике ТВ, приступили к подготовке в рамках конкурса «Армия-2019» «Конный марафон» «Арафт-2019», который будет проводиться впервые. В ходе подготовки военнослужащим предстоит пройти два этапа. Первый – смешанная эстафета на короткую дистанцию. Включает в себя ряд сложных элементов – метание ручных имитационных гранат, преодоление полосы препятствий, стрельбу из штатного оружия, тактическое действие верхом на лошади, метание ручных имитационных гранат в ходе верхней езды. Для выполнения второго этапа дистанционного конного марша запланировано два дня. За это время военнослужащим предстоит преодолеть различные испытания общей протяженностью около 140 км. Во время совершения марша военнослужащим нужно показать свои навыки в ориентировании на местности с помощью карты и GPS-устройства для поиска места ночлега и приготовления пищи. Также им предстоит продемонстрировать свои навыки в использовании лассо для поимки лошадей и выполнить учебно-боевую задачу по перевозке условно раненого и ящиков с боеприпасами. Всего к отборочному этапу повеличено около 100 военнослужащих. Из общего числа будет выбрано 13 человек, которые представят Центральный военный округ на всеармейском этапе конкурса в Рязанской области в мае этого года. Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории пяти субъектов РФ. Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край. С 2017 года руководит округом генерал-полковник Александр Лапин.